Булгакова И, видимо, Волунд, большой знаток человеческой натуры, понимал это. В силу того, что человеческая природа сама по себе склонности к труду не обеспечивает. Нужен план. Ленин, который сегодня неоднократно будет упомянут, говорил, что план – это веха. План – это мерила. План – это величина, характеризующая критерии. Я думаю, что слова эти характерны не только и актуальны для XX века и России советской, но и для дня сегодняшнего. И действительно, в Германии последние 10 лет разрабатывается концепция индустрии 4.0. Эта концепция предполагает развитие и внедрение киберфизических систем в производство, интернета, вещей и много чего другого. Эта концепция, в принципе, меняет мир. Но реализовывается она, конечно, стихийно. Она реализовывается в рамках четвертой промышленной революции, поэтому и называется индустрией 4.0. Но сегодня мы будем говорить о второй промышленной революции, от перехода к пару, к электричеству. Почему она нам интересна, именно вот эта промышленная революция? Ну, потому что реализована была она в рамках плана Гуэл-Ро. И характерным отличием ее было то, что реализована она была не стихийно, а планово. Как она изменила мир? Ну, глянем. Что необходимо знать о плане Гуэл-Ро, будет все изображено примерно на этом слайде. В принципе, вы можете посмотреть и уйти. Это буквально так. В общем-то, знать о нем, на мой взгляд, не то чтобы не надо, но даже кому-то и вредно. Виктор Шкловский, исследователь, литературовед, уж извините, что я апеллирую не совсем инженерными мыслями, говорил, что есть люди, которые должны прочитать Достоевского, не должны читать Достоевского, а есть такие, которым вредно читать Достоевского. Возможно, эти знания даже кому-то будут и вредны. В принципе, для того, чтобы что-то понимать о плане Гуэл-Ро, так сказать, слыть, необходимо знать, что этот план хоть и называется электрификацией, на самом деле это план индустриализации. Он предполагал развитие не только энергетики, но и в целом всей промышленности, стройиндустрии, образования и еще много чего. Поэтому и называется он в полном объеме единый перспективный государственный план. Или еще два другие варианта, которые здесь приведены. Второе. Задачей плана было восстановление народного хозяйства страны на тот момент, которая еще не называлась Советский Союз, но уже не была царской Россией. И построение фундамента социалистической экономики на базе электрификации. Предполагал, по-моему, две задачи, не две задачи, а две программы. Первое. Это восстановить то, что было, то есть вернуть на место. А второе. Форсированная индустриализация. Догнать Америку и догнать Европу. Рассчитано это было на 10-15 лет. Вот представьте, мы сейчас себе поставим задачу, за 10-15 лет не мы, а СНГ. Догнать Америку. Ну вот так неплохо, да? А тогда отставание было гораздо более большим в силу того, что все-таки страна только-только вышла из Первой мировой войны и гражданской. И была не в самых лучших условиях. Масштабное событие, масштабная задумка. Почему Ленин и говорил, что план — это веха? Действительно, это так. Ну и самое главное, нужно знать, что коммунизм — это советская власть плюс электрификация. Все. На этом все заканчивается. Если говорить серьезно, то в этой фразе есть глубокий смысл. Кстати, Ленину она не принадлежит. Он ее часто употреблял, поэтому приписывается ему. Реально эта фраза принадлежит какому-то другому коммунисту, совершенно неизвестному и мало, наверное, интересному. Буквально эта фраза что значит? Электрификация — это красная нить. Почему? Электричество позволяет не привязывать производство к топливному источнику. Что это значит? Раньше заводы, до появления электричества, строились где-то в точке, равноудаленной от сырьевого источника и от топливного. А теперь можно просто провести линию электропередач и совершенно не привязывать производство к топливному ресурсу. Это здорово. Транспортные издержки сразу уменьшаются, качество производства сразу увеличивается. В общем-то это все. На этом можно было лекцию закончить. Если вы хотите слыть как специалисты, чуть-чуть потерпите. Остальное будет уже не must have, а вот это, что было необходимо. Что план предусматривал? В принципе, те аспекты, которые в плане тогда уже, сто лет назад, оговаривались, о них сейчас еще пишут о диссертации, и из этого делается нечто новое. Например, кластерный подход. Я лично читал массу диссертаций, в которых вот этот кластерный подход описывается как нечто актуальное, новое и т.д. В принципе, да, есть какие-то новые подходы, связанные с этим кластерным, и что-то в них новое говорится. Но вот тут он уже был. Вся страна, вся территория разбивалась на 8 районов. На 8 районов, которые исторически, экономически, технически были как-то обособлены. То есть учитывалось много чего. И согласно этому было проведено районирование, и в каждом районе разрабатывался свой маленький план на основе одного большого. Как это делалось, мы еще в процессе обсудим. Предполагалось решение локальных экологических вопросов. Ну поймите, глобальных проблем экологических тогда еще не было. А вот локальные были. Почему? Например, освещение. Освещение было какое? В общем-то, керосиновое. Понятное дело, что если большое помещение, нужно много керосиновых ламп, они воздух загрязняют. Дышать не очень хорошо. А электричество позволяет от всего этого уйти. Здорово. Но это локальная, подчеркиваю, экологическая проблема. Глобально она мало что значит. Частное государственное партнерство и развитие малого бизнеса предполагалось в рамках новой экономической политики, которая была напрямую связана с планом Гойл-Ро. Ну вдаваться в тонкости НЭПа не будем. Оставим это на другую лекцию. И естественно, хотя нет, по-моему, даже противоестественно, в плане предполагалась социальная политика. Ну, например, сухой закон. Я был удивлен, когда на 300-й примерно странице плана Гойл-Ро, а это тысяча страниц, нашел фразу, что неплохо бы для того, чтобы рабочие, грубо говоря, я цитирую близко к тексту, для того, чтобы рабочие работали правильно, сделать алкоголь малодоступным. Не запретить, не сделать сухой закон, а именно сделать его малодоступным. То, что сейчас делается примерно в скандинавских странах сто лет назад. То есть, что бы мы ни говорили, коммунизм, но в чем его упрекнуть нельзя и в социализм. Это вне последовательности. Тут должен подчеркнуть, я не апологет советского коммунизма и социализма. Я даже стараюсь, как вы видите, избежать советской лексики. Но кое-что надо на уму иметь. Что-то там было, и это здорово. Предпосылки плана. То есть, собственно говоря, понятное дело, что план появился не на ровном месте. Конечно, был у него и философский подтекст, и экономический, и технический, и еще много таких. И основные предпосылки это что? Первое – это тяжелое хозяйственное положение после двух войн, мировой и гражданской. Фактически не было ничего. Страна была в катастрофически плохом положении. Поэтому планово нужно было быстро выйти из такой сложившейся ситуации. Второе – это необходимость военно-технической мобилизации. В принципе, этот второй пункт можно было поставить и первым. Почему? Власти большевики добились, но нужно было ее сохранить. А Западная Европа вообще этого не очень хотела, как вы понимаете. Да и не только Западная Европа, но и Япония. И стремилась, в общем-то, власть у них забрать. Военные интервенции в том числе. И для того, чтобы сделать какую-то военную, в том числе, защиту, план тоже должен был быть реализован. Почему? Потому что, чтобы произвести танки, нужно электричество. Уже было понятно, что электричество – это лучше всего. Нужны заводы. А заводы предполагалось строить планово. Плохое положение рабочих не оговариваем. Общеизвестный момент. Привязанность производства к топливному источнику. Оговорили. И, естественно, низкая производительность труда. В три-четыре раза ниже, чем в развитых странах. И где-то в шесть-семь раз ниже, чем в США. Несопоставимо несколько. Очень просто. То есть, как это понять. Мы доллары вложили, а получили, грубо говоря, два доллара за что-то. А в США вложили доллары, а получили десять. Ну, все вытекающие следствия очевидны. Точнее, отсутствие следствий. Показатели выполнения. Должен сказать сразу, что по показателям выполнения прецедентов и вообще более-менее чего-то подобного в мире не было никогда. Это единственный случай, уникальный. В данной таблице... Ой, не на ту кнопочку нажал, извините. В данной таблице я указал три главных, на мой взгляд, показателя. Это ВВП, мощность электростанции, поскольку это план электрификации, и выработку электроэнергии. Обратим внимание только на ВВП в первую очередь. За базовый год примем первый довоенный. И предположим, что ВВП был равен 100%, ну, единица. В 2020 году, после двух войн, ВВП стал 14%. Ну, то есть, примерно в восемь раз. По плану ГОЭЛРО предполагало за 10-15 лет увеличить в два раза довоенный ВВП. А сделали вот столько. То есть, примерно в шесть раз превысили. Умели, да? Примерно то же самое с мощностью электростанции и выработкой. Все это очень здорово. Но самый главный показатель – это численность населения. Если растет численность населения, точнее, если она не растет, можно доказывать что угодно. Чтобы план был хороший. Но если численность населения падает, ничего хорошего в этом нет. Это и есть самый главный, даже не экономический, а социальный, экономический показатель. И тут, нужно сказать, тоже хорошие были успехи. С 2020 года по 1935 численность населения увеличилась на 20 миллионов. Учитывая, что никаких присоединений территориальных не было. Они были сделаны в 1939 году по тайным пактам Молотова и Риббентропа. И тут уже видно характерный пик. Ну, и война потом на убыль. Но вот в это время никаких территориальных присоединений не было. А численность увеличилась на 20 миллионов. Это для Беларуси за 15 лет. Это, по-моему, очень здорово. Можно говорить что угодно. Плохо, хорошо, но вот так, да? Стрелочка. История плана. То, что я сейчас говорю, запоминать совершенно необязательно. Это уже только для таких матерых инженеров или матерых историков. В принципе, это даже, как я говорил, уже знать и вредно, вероятно. Но все-таки мы пройдемся. А картинки? Существует две основных даты, которые необходимо знать о плане ГОЛРО. Первое. Это когда начала работать комиссия по плану ГОЛРО. Стоит отличать. Комиссия, которая план разработала, и сам план непосредственно. Комиссия начала работать 2 февраля 2020 года, а выдала документ на тысячу страниц в декабре 2020 года, то есть спустя 10 месяцев. Комиссия состояла примерно из 200 человек. Об основных персоналях мы упомянем в следующем слайде. Остальные даты, которые здесь перечислены, это та атмосфера историческая, в которой этот план приходилось реализовывать и писать. В первую очередь это, конечно, гражданская война, НЭП, период военной интервенции и первая пятилетка, которая была уже, согласно плановой экономике, предусмотрена. Сомнение может вызвать последняя графа – Великая депрессия в США. Если бы не Великая депрессия в США, никакого плана ГОЛРО реализовать бы не удалось. Почему? Советским Союзом, особенно когда он начал здорово развиваться, сотрудничать никто не хотел, тем более помогать в его развитии. Но тут грянул кризис, и пришлось искать новые рынки сбыта. Искались они довольно варварскими способами. Снималось оборудование со всех заводов США, и через океан отправлялся в Советский Союз. Однако, надо сказать, кредиты не выдавались даже в Великую депрессию США. Начали выдаваться только в 1934 году. Но об этом мы еще упомянем. По-моему, на мой взгляд, самый интересный слайд. Мы не будем перечислять всех 200 человек, которые участвовали в работе плана. Я на свое усмотрение выделил только шестерых, которые были наиболее интересны. Руководителем работы комиссии был Глеб Максимилианович Корижановский. Близкий друг Ленина, отличник учебы, выпускник технологического Петербургского института. И даже был занесен на мемориальную доску. Это высокая честь на то время была. Ну, не то, что сейчас там студент БГТУ, занесли на доску почет, и он молодец. Нет, это немного более значимая величина, нисколько не умалчивая величину студентов БГТУ. Вот именно благодаря ему, так сказать, он в уши влил Ленину мысль об государственной электрификации. До 1913 года жизнь его происходила хорошо, но потом увлекся коммунизмом. Естественно, был арестован, естественно, сел в Бутырскую тюрьму. Благо, в 1917, как вы понимаете, терпел недолго. Для него все закончилось хорошо. Хорошо. Впоследствии он возглавил, Глеб Максимилианович, Госплан. Существовала такая организация, которая, кстати, после плана Гойл-Роя была образована. Второй, надо сказать, что вообще все люди, которые входили в план Гойл-Ро, инженеры, экономисты, их можно условно разделить на два лагеря. Первый лагерь – это, конечно, такие инженеры-большевики. Это люди, которые коммунизмом были больны, в хорошем смысле слова, которые понимали его идеи, хотели их осуществлять. И одной рукой, условно говоря, все разрушали, а другой созидали. Было нечто в этом такое. Какая-то библейская метафора получилась. И вот к ним относятся, безусловно, Глеб Максимилианович и Леонид Борисович Красин. Интереснейшая персона Леонид Борисович. Он не был инженером, он не был экономистом, вообще образования хорошего не имел. Но это был человек действительно недюжего ума, сегодня бы он был олигархом, я полагаю. В 1908 году он поссорился с Лениным и был вынужден уехать из страны. Но ничего плохого с ним не случилось. Он попал в штат фирмы «Симмонс и Шукерт», которая сейчас называется очень оригинально «Симмонс». И стал там довольно-таки весомой административной единицей. И впоследствии возглавил или стал директором филиала «Симмонс» нигде-нибудь, а в Советской России. Естественно, не подружиться с Лениным по новой он не мог. Подружился. И вот насколько человек был все-таки идейным, он фактически обворовывал «Симмонс» для того, чтобы искать средства на реализацию плана Гуэл-Ро. Безумно, по-моему, идейный человек. Остальные изображенные здесь на слайде люди – Леонид Константинович Рамзин, Иван Гаврилович Александров, Винтер и Флоренский – никакого отношения к коммунизму не имеют, кроме того, что коммунизм доставлял много проблем. В принципе, вся их жизнь, увы, пошла наперекос из-за этой политической идеи. Это все инженеры. Это цвет русской технической школы. Это действительно люди, которые сделали для энергетического развития страны, энергетической науки, ну, очень много. Я не хочу вдаваться в тонкости, что они разрабатывали, но это ученые, это инженеры практики, и единственный, кто у вас может вызвать сомнения – вот этот барин в кресте. Этот крест раздражал не только, скажем, окружение непосредственно Павла Флоренского, этот крест раздражал, естественно, вот этих двух – Глеба Максимилиановича и Ленина Борисовича. Насколько вы понимаете, коммунисты были атеистами, да, ну, по соображениям различным, да. А вот этот барин таки додумывался приходить именно в таком виде. Что, надо сказать, послужило ему уроком. В 1937 году, чуть-чуть спустя после плана Голро, он, естественно, был репрессирован и расстрелян. Но человек был принципиальный. Приходил в таком виде, а поскольку специалистом он был высокого масштаба, кроме того, что он был поэтом, философом религиозным и, в принципе, священником, он еще написал книгу по диэлектрикам. Диэлектрики – это такие вещества, которые не проводят электрический ток. И книга эта до примерно 50-х, 60-х лет была учебником в инженерных училищах, университетах. То есть делал он много. Ну, кроме этого, он еще, например, математическими методами хотел доказать, что таки Коперник был неправ. И система, на самом деле, в которой мы живем, она геоцентрическая. И вы не поверите, доказал. Математически все верно, только с экспериментом не согласуется. Но попытки таки были, да. Нужно сказать, что вообще вот это, казалось бы, антагонистическое объединение людей, ратовавших за коммунизм и противных ему, это была довольная сила. Почему? Потому что сошлась великая политическая мысль и великая техническая сила в лице коммунистов и в лице технократов. Очень здорово получилось. Возможно, это одна из причин, почему план Гуэл-Ро таки удалось реализовать. О, политика, картинка. Бродский Исаак никакого отношения к Осьфу не имеет. Это не опечатка. Это художник-однофамилец. План Гуэл-Ро появился из соображений, как я уже говорил, идейных. Он появился не просто как замысел, а вдруг сделаем, вдруг получится. Нет. Согласно идеям марксистской политэкономии, после того, как власть захватил пролетариат, должен быть какой-то план, который заменит рыночную экономику. Одно дело, что власть можно было захватить, а вот этот теоретический план, как его разрабатывать? Да бог его знает. И это было довольно сложно. Но логически он следовал. Исследовал он следующих соображений. Власть, диктатура пролетариата установлена. Окей, согласитесь, делать несложно. Захватили Смольный, подняли моряков. Здорово. Экспорпиация собственности на средства производства и национализация земли. Ну вообще несложно, да? То есть бей всех этих, да, кулаков. Тоже дело нехитрое. А вот дальше появляются проблемы. Дальше нужно создать материально-техническую базу коммунизма, в том числе из-за милитаризации. Мы уже говорили, почему. Потому что есть военная угроза. А для милитаризации нужна индустриализация, заводы и электрификация, чтобы эти заводы чем-то запитывать. То есть план Гуэл-Ро. Все довольно логично и последовательно. Подчеркиваю. В чем коммунистов упрекнуть нельзя, так это вне последовательности. Вот кто следовал до абсурда порой своим идейным соображениям, так это коммунисты. Наверное, даже фашисты так не следовали. Ну и, конечно, нужна была коллективизация. Зачем она была нужна? На следующем слайде. Ну потом должна была последовать культурная революция и победа социализма. Но эти два пункта мы оговаривать не будем, потому что ни первого другого, в общем-то, не произошло. Почему нужна была коллективизация? Все-таки на то, чтобы построить заводы электростанции, нужны были деньги, да? А никакой план сам по себе денег не даст. Поэтому нужен был еще бизнес-план к плану Гуэл-Ро. То есть фактически где взять средства, чтобы заводы построить, да? А посчитали, что выходит так. На то, чтобы построить электростанции, нужно 1,1-1,2 миллиарда рублей золотом. Чтобы понимать, сколько это, да? Много. Но сколько именно? 1 рубль золотом – это 0,7 граммов золота. Переводим в то, сколько золота стоит сегодня. Получаем примерно 40 миллиардов долларов. Это представьте, да? Вот на тот момент, когда страна разрухи, надо найти 40 миллиардов долларов только на электрификацию. А на заводы и на все сопутствующее необходимо еще 16 миллиардов, то есть примерно триллион, да? Прям совсем много. И вот где взять этот триллион? 17,2 миллиарда, то есть надо будет взять всего. Но будем считать в этих рублях, понимая, что это до чертиков много. Основной статьей дохода был экспорт. Причем экспорт не технологичной продукции, а сырья. Но надо сказать, что, в принципе, Россия села на сырьевую углу еще очень-очень давно, да? То есть, в принципе, это не то, что советская власть виновата вот в этом. Нет. Это так и было. Всю жизнь экспортировали сырье. И основное сырье – это было, конечно, продовольствие. Продовольствие – это в основном зерно. То, чем Россия сегодня хвалится, что они первые в мире поставщики зерна, да? Если бы вы айфоны экспортировали, на мой взгляд, да, вот это было бы чем хвалиться. Зерно, да? Ну, дело личное, да? Итак, продовольствие в год можно было экспортировать на 1 миллиард рублей. Но как это продовольствие взять? Коллективизация. То есть, и одно следствие, почему была реализована коллективизация, фактически, чтобы отобрать у крестьянства зерно и продукты питания, чтобы их продать за границу. Варварски, согласен. Но об этом поговорим потом. Лес давал такую сумму нефти, нефтепродукты. Такую, кстати, на экспорт нефти и нефтепродуктов Россия и СССР подсел вот ровно тогда, при плане Голл-Ро. И вот 100 лет, да, не может слезть. Посчитали так. План Голл-Ро рассчитан на 10 лет, да? Получается, со всего экспорта сырья получается 1,8 миллиарда, да? Значит, за 10 лет 18, верно? Ну, 1,8 на 10, 18. Но из них 7 миллиардов нужно отдать-то необходимые нужды. На то, что не купить нельзя. Ну, понятно, что есть такие необходимые статьи закупок, да? Вопрос, где эти 7 миллиардов взять? Подумали, ну, возьмем кредиты. Вот столько рассчитали, да? И сдадим концессии. Что такое концессия? Это когда сдается какой-то кусок земли какому-то государству. А это государство, что хочет, из этой земли выкачивает. Абсолютно. Ну, и платит какой-то налог, да? А если совсем не хватит, распродадим, что есть в Эрмитаже. Это так и было. Но кредитов насчитали вот столько, да, и концессии, а не получилось. А в Эрмитаже продали на 2 миллиона. Причем продали что? Продали Боттичелли, Ван Эйка, Рембрандта и еще много чего другого. Столовое серебро, коллекции, нумизматические коллекции. В общем, много продали, до сих пор не вернули. Ну, что-то вернули, когда Советский Союз был весомой державой. Но в целом это все осело в частных коллекциях и в иностранных музеях. Нужно было ли это продавать? На мой взгляд, нет. Надо сказать, что не только вы из Эрмитажа распродавали коллекции, но еще и из Третьяковской галереи. Но Эрмитаж пострадал больше всех. Денег, как вы понимаете, даже при таких условиях все равно не хватило. Куда их взяли? В основном очень просто. Просто не платили рабочим. Элегантное решение, да? Еще было такое решение приятное. Сажать людей в тюрьму, и чтобы они работали как заключенные. Тоже было и это, да? Но давайте так. Те, кто план разрабатывали, вот к этому никак не сопричастны. Их задача была план разработать. А реализовывали его уже другие люди. При экспертном мнении, конечно, те, кто его разрабатывал. О, опять картинка. Итак, политэкономию, в общем-то, можно понимать. И за какие средства план был реализован, тоже ясно. Основная часть. А технически, что он предлагал? Все-таки это план индустриализации. Предлагал он решение в следующих отраслях. В энергетике, в транспорте, в промышленности, в сельском хозяйстве. То есть во всем. Абсолютно во всем. Потому что промышленность включает в себя лесную промышленность, деревообрабатывающую, легкую, тяжелую металлообработку. Вообще все. И действительно это все входит в план Гуэлл-Ро. Вкратце начнем с энергетики. То, что сейчас будет таблица страшная, это не значит, что я все буду перечислять. Не переживайте, нет. Знаете, бывает такой лектор стоит, у него пачка листов, и пока он последний не положит, все не кончится. Нет. Эта таблица нужна для того, чтобы потом, кого это интересует в большей степени, мог зайти в группу Курилка Гутенберга, скачать себе эту презентацию и посмотреть. Основные энергетические позиции, проблемы были следующими. Это низкая диверсификация энергоресурсов, а именно, применялось только два вида ресурсов фактически полезных, хороших. Это донбасский уголь и бакинская нефть. Два источника, которые находятся на окраине, на окраине Советской России. И это все нужно ввозить в центр, потому что основной потребительский регион – это, конечно, Петербург и Москва. А в Петербурге и Москве жгут просто дрова. То есть совершенно нехорошо, с этим нужно было бороться. Кроме того, конечно, два региона. Очень легко было эти два региона отсечь от Советской России и, в принципе, решить ее топливных источников. И Гитлер хотел это сделать. У него не получилось. Но, скажем, попытка была более-менее ожидаема. И еще масса-масса проблем. Ну и, соответственно, решение этих проблем. Кроме всего прочего, хочу заметить, что возобновляемая энергетика предполагалась использоваться уже тогда. Конечно, не в том виде, как сейчас. Конечно, не в тех масштабах, как сейчас. Но для решения локальных проблем, а именно проблем сельского хозяйства, именно проблем автономных регионов, это уже предполагалось. Например, использование гидроэнергетики. В Царской России гидроэнергетики не было вообще. То есть никто не использовал гидроэнергетику. В России советской по плану ГУЛРО из 30 предполагаемых станций дополнительно построили еще 10 гидроэлектростанций. Гидроэнергетика на тот момент была предельно эффективной. Почему? Об экологии никто не думал, сейчас уже думают. А что касалось стоимости электроэнергии, самое дешевое. Река течет, двигатель крутится, все здорово, есть энергия. Сейчас все немножко сложнее, но в тот момент было так. И еще ряд решений, которые, давайте так, если кому-то будет интересно, вы можете меня спросить, но мне уже вас жалко. Но все это имеет основания, все это взаимоувязано. Предполагалось построить, как я уже сказал, 40 электростанций. Вот те станции, которые в солнышко обведены, это те, которые по плану. Те, которые не обведены, вот здесь, вот здесь, вот здесь, это те, которые построили сверх плана, то есть еще больше. Что интересно, на территории вот той части Белоруссии, как вы видите, есть только один кружочек маленький, и он без солнышко. То есть его не думали строить, но построили. Но об этом будет отдельный слайд. Сельское хозяйство. Основная проблема сельского хозяйства была ровно такой же, как и проблема энергетики. А именно, основные сырьевые источники, то есть Кубань, Украина, они расположены на окраине. А потребляют это где? В основном в Петербурге и Москве. Надо что-то делать, надо как-то сельское хозяйство развивать и в центре. Надо культивировать мысль о том, что сельское хозяйство надо развивать. Плюс технология. Самая главная технология – это земледелие. До плана Гойл-Ро в Царской России в основном использовалось трехполье. Это такая система сельского хозяйства, в которой поле разбивается на три части. Одна из частей стоит просто вспаханная, а на двух других сажаются какие-то определенные культуры. И из года в год это меняется. Это неэффективно. Вместо этого предполагалось вводить многопольный севооборот. То, что используется и сегодня. Наиболее эффективная сельскохозяйственная технология. Кроме того, конечно, было много земель заболоченных. Их нужно было мелиоративно обработать. И много-много-много других проблем. Но оговоримся. Первая из них самая простая. Очень хотелось кушать, а нечего. Сельское хозяйство – это единственное, что может в этом смысле помочь. Транспорт. Транспортная проблема следует из энергетической и продовольственной. Кушать хотим в центре России, а возить надо с окраины. Соответственно, нужно развивать транспортные пути. Это, в общем-то, основная проблема. Причем какие транспортные пути нужно развивать? Не только железные дороги, которые не загружены совершенно. Почему? Если с юга на север едет продовольствие, топливо и еще много чего, то с севера на юг вообще ничего не едет. А это тоже транспортная проблема. Надо было подумать, чтобы поезда назад ехали не порожняком. Важно, на мой взгляд, конечно, важно. Иначе это просто потери холостого хода. Плюс транспорт был жутко неэнергоемким. Кто-нибудь не знает вообще, какой КПД у паровоза? Ну, то есть, сколько он энергии потребил и сколько он, соответственно, выдал мощности, соответственно, этой потребленной? Сколько? Сколько? Не больше 15. Кто больше, кто меньше? Правильно, не больше. Восемь. Но это при нынешних тепловозах. А реально где-то пять, учитывая ту технологию. То есть мы сожгли 100 килограмм топлива, а реально использовали пять. Остальное ушло с потерями. Очень неэффективно. Предполагалось, как-то это все-таки дело исправить. И надо сказать, исправили. Ну, с помощью тех средств, которые здесь можно почитать. Какие предполагалось регионы связывать? Ну, в первую очередь, это, конечно, Донбасс и центральный регион. При Кавказе и Кавказ, там, где есть нефть и центральный регион. Предполагалось новое производство в Кузбасском районе, Кузнецкий бассейн. До Гуэл-Роу этого бассейна не было. Ну, там есть много угля, но возить было неудобно, далеко. Реализовали это промышленно. И, конечно, нужно было сделать связь Балтийского моря и Азовского. То есть нужно было это тоже связать. Такой изваряг в греки, да, по-новому. Это сделали. Промышленность. Тут говорить проще всего. О, картинка. Тут больше всего. Тут самая простая проблема. Нужно было сделать так, чтобы все было, да, а не было ничего. Предполагалось, что ВВП, как вы помните, должно увеличить на 85, ну, 100%. В два раза. Увеличили в 6, да. Но для этого нужно было, ну, прямо вот везде и все сделать. Нужно было исправить жилищную проблему. Людям негде было жить. Это тоже проблема промышленная. Это проблема и социальная. То есть очень широкая. Нужно было обеспечивать всех товарами. И легкой промышленности, и тяжелой. И нужно было, самое главное, увеличить производительность труда. Что тоже не так просто. В принципе, я предлагаю подробно на этом не останавливаться. Но все эти вопросы частно рассмотрены в плане Гуэл-Ро. Это вот то, что бы я хотел, чтобы вы имели в виду. То есть это не просто обозначили, это расписали как и что. Самый спорный, наверное, будет слайд сейчас. Эстетика. План Гуэл-Ро породил целую эстетику индустриализации. Или целое советское искусство, целое направление советского искусства, которое называться стало социалистический реализм. Если, например, Италия хвалится тем, что она, например, развила такое направление, не направление, а целую эпоху, как Ренессанс. Если в Германии появился романтизм, если еще где-то там появился классицизм, у нас появился социалистический реализм. Уже прошла, на мой взгляд, пора благородного трепета, когда надо хаять соцреализм, говорить, что это все госзаказ. Конечно, в основном госзаказ, но было искусство. Я попытаюсь вам это доказать. В первую очередь, конечно, какие-то основные черты социального соцреализма, они соответствуют более-менее любой тоталитарной эстетике, эстетике любого тоталитарного государства. Это сверхреализм, это монументальность какая-то, классицизм, безусловно, народность, героизм. И предполагалось, что искусство, конечно, должно быть тенденциозно, политизировано. Искусство стало партийным, что, в принципе, наверное, вредно, но это было очень последовательно. Сейчас это выглядит абсурдно, но на тот момент это было очень логично. И это правда так. Социальная польза произведения считалась намного важнее, чем его художественная ценность. Мало ли там, что художник хотел. Главное, чтобы пролетариат развивался. Конечно, многое из того, что соцреализм сделал, было сделано в рамках соцреализма, умерло, и слава богу. И не будем об этом переживать. Например, производственный роман. Есть несколько производственных романов, если вы слышали, что это такое, певцы стали и цемента, которые живы до сих пор. Не читаем мы, но можно подумать, что Лев Толстой читаем. Но, в принципе, это было искусством мировым. Это уже не принадлежит только какой-то одной классовой культуре. В литературе, безусловно, жанрам мирового искусства принадлежит и Хидон Шолохова. В кино это фильмы Эйзенштейна, на которых учился Феллинин, на которых учился Пазолинин, на которых выросла волна французского неореализма. Вообще много чего. Вахтангов, Мейерхольд, Станиславский, без вопросов. Живопись. Я картинки показывал. Это все в рамках соцреализма, конечно, картинки не случайные. Ну и в музыке и во всем остальном, понятное дело, эстетика тоже была. Слегка коснемся Гуэлро на территории Беларуси. В двух словах Гуэлро Беларуси не коснулся никак. Ну, не то чтобы никак, кое-как, так скажем, зацепил, кое-что было. Но по плану непосредственному ничего на территории Беларуси строить не предполагалось, потому что территория эта была на тот момент якобы индустриально бесперспективна. Потом оказалось, что очень перспективна, и получилось даже наоборот. Но по плану Гуэлро построили вот только одну станцию, Белгресс. Она существует до сих пор, она небольшая, 10 мегаватт, если это кому-то о чем-то говорит, но она есть. В рамках плана был образован БНТУ. Если здесь вы следите с БНТУ, имейте в виду, вы к плану Гуэлро имеете прямое отношение. Ну и, конечно, большая энергетика Беларуси началась именно с этого плана, потому что вот этот даже маленький Белгресс, это больше, чем все, что было на той территории во много-много раз. И большие заводы, МАЗ, БелАЗ, МТЗ, вот без этой маленькой станции они бы никогда не появились. Нужно сначала, чтобы было что-то маленькое. Ну и стоит отметить, что территория Беларуси советская была только вот эта. До 1939 года вот эта территория принадлежала Польше. Поэтому здесь вообще ничего не было, а вот здесь хоть что-то там зацепило. Недостатки плана Гуэлро, их, конечно, вы понимаете, много, и основной из них это варварские поиски инвестиций. Деньги искались безжалостно, люди действительно погибали, это было, ну, не по-человечески, увы, это так. Рабочая сила эксплуатировалась, и люди, в принципе, обворовывались, в том числе в рамках коллективизации. Уничтожилась часть технической интеллигенции, социальные сектора, если развивались, то по остаточному принципу. И не то чтобы недостаток, но, на мой взгляд, недостаток. Советская индустриализация не была экспортно ориентированной. Кредиты брали за границей. А вопрос, а что мы будем, собственно говоря, давать им взамен? Брали валюты, отдавать нужно валюты, а экспорта не предполагалось. Все-таки хотели построить коммунизм в рамках одной страны. Ну, надо сказать, что многие кредиты отдали, а многие нет. Поэтому, в принципе, отчасти задача была решена. То есть недостатки существенные, скажем так. Но это, на мой взгляд, тоже важно. Та группа людей, которая план разрабатывала, кстати говоря, включая Ленина, вот всего вот этого не предполагала. Ленин умер в 24-м году или 25-м, не помню точно, да? Ну, то есть тогда план еще вот этого всего особенно не знал. А вот уже после, увы, начался бардак. Заключение. Безусловно, план Гуэл-Ро – это памятник инженерной мысли. С точки зрения инженерной он совершенен. С точки зрения социальной он бесчеловечен. И оправдания он не имеет, да? Но инженерно – это гениально. В теоретическом и практическом плане Гуэл-Ро никаких аналогов не имел. Но пытались. В перечисленных странах план Гуэл-Ро уже со своей модификацией реализовать пытались. Но ничего не получилось. Потому что никто не знал, а, собственно, где такие деньги взять. Никто не знал, что для этого искались варварские средства. Если бы Англия позволила себе англичан, сами знаете, как использовать, теперь уже знаете, они бы тоже реализовали, но они этого не знали, слава богу. Поэтому план Гуэл-Ро реализован только на территории Советской России. Впоследствии Гуэл-Ро реформировался в Госплан, это я вам сказал, да? И, пожалуй, основной месседж, основной пафос плана Гуэл-Ро – это, конечно, соотношение целей и средств. Согласно коммунистическим идеям, цель оправдывая средства. В современных реалиях это кажется немножко бесчеловечным. Да и не немножко, здорово бесчеловечным. В принципе, беспрецедентный феномен плана Гуэл-Ро в историческом смысле, в нравственном и во многих других, я полагаю, должен и в будущем, и сегодня привлечь к мыслительной работе еще не одно поколение интеллектуалов. Благодарю вас за внимание.